Здоров самодельщики! Значит, будем сегодня делать крепеж, шкив или как привод для насоса НШ-10 на трахторок. Вот подогнали мне 10 насосов, 3 32, 3 десятых, 1 50, 1 25, 1 8 и еще там какой-то еще меньше, не знаю откуда они вообще. Вот, надо сделать привод себе на трактор. Будем знакомиться с гидравликой. Значит, что было сделано? Я тут подзаготавливал уже заготовки, теперь осталось всю эту систему собрать. Вот плиту я уже как бы прикрутил. Вырезал здесь отверстие сваркой, примерил, но все подходят. Значит, из такой вот пластины пятерки. Значит, круг рассчитал так, чтобы он становился чуть-чуть больше, сделал его мелом начертил и сваркой выжих. Сопли эти выскочила вот такая фигня с сопляками вот этими. Аккуратненько его обработал снаружи и потом взял огрызок диска на болгарочку поставил. Он меньше диаметром. И внутрянку обработал. Значит, более-менее стал, чтобы он был ровным. То есть, сделаем привод без токарей, без вообще без токарных работ. Только сварка, только болгарка. Значит, шкив нашел в сарае. Это с шкив коленвала, с классики. Значит, нужна нам будет, такой подшипник нужен будет. Это тоже привод, не привод, а подшипник со ступицей, с классики. Восьмерка, девятка. Вот такой вот. Значит, кусок трубы, он лежит, обрезал, разрезал, вварил. Сюда удлиненную гайку, вот такую вот. Она будет зажимать подшипник, чтобы он держался. Вот. С одной стороны, как говорится, резьбу убрал сверлом, болт. Это другая часть. Значит, шкив пришлось, не знаю, будет видно, не видно, шлифануть немножечко. Там буквально какая-то, какая-то часть, чтобы он напрессовать этот подшипник. Ну и шлифанул так, чтобы шлифовал болгаркой. Болгаркой ставил вот такую вот наждачку такую вот. И по старинке, кто не знает, как это делается, одевается на трубу, подносится. И шкиф сам вращается, сам вращается по кругу. И получается, ну не зеркало, но тем не менее. Все это промираем штангелем. Как только подшипник начал налазить, все остальное там буквально на какую-то соточку. Я не знаю, как это правильно называется. Делаем в размер побольше, чтобы это можно было напрессовать. Прессовать буду в тесах. Загонять туда наглухо. Так, кусок трубы. Вот кусок трубы нам понадобится. Я не знаю, это дюймовка, скорее всего. Вот дюймовка. Значит, проволая дюймовка. Вот она у меня есть. Значит, 2 миллиметра. Нашел 3-миллиметровая. Для чего? Для чего? 3-миллиметровая входит сюда с минимальным таким зазором. 2-миллиметровая, она болтается. 3-миллиметровая. Уже люфт меньше, но есть. Ключ на 15 в качестве шлицов. Вот так, наверное, солнце уберу. Вот, ключ на 15. Он налазит отлично и люфта нету. Это будет в качестве шлицов. Вот. Всё. Двостину эту прикрутил. Это будет вариваться вот таким вот образом. Сюда. Там есть бортик такой, чтобы подшипник туда дальше не провалился. Зазоров везде хватает. Вот так варю сюда этот. Вот так сюда кинется подшипник. Болтом зажмется. Здесь станет у нас... Сейчас мы это все соберем с вами. Здесь будет уже все запрессовано. Ключ мы тоже варим вот так сюда. Но сначала я, наверное, пройду вот только сваркой. Приварю ключу. Вот этот хвост обрежу. Блин, солнце. Вот этот хвост лишний обрежу. Закину. Проварю вот здесь шов. Сделаю бугорок. А вот здесь шпоночный паз. Пускай он будет еще дополнительно там стоять. Всё. Это мы все вкидываем, обвариваем. Короче, сейчас я все это соберу до кучи и посмотрим, что получилось. Так, вот я обрезал жопу из головы. Проварил этот шов. И сделал такой вот как шпонка. Бортик, да? Обточил его аккуратно. Вот. Теперь она сюда влазит. Спокойняк. Останется вот здесь... Да не останется, а прямо сейчас его обварю. С этой, возможно, с той стороны. Посмотрим, что получится. Всё. Потом продолжим. А, и на прессую подшипник пойду. И продолжим. Вот, ребята, вварил ключ. Значит, тут вот эти... Искорь, конечно, вот эти шарики подкалкует надо. Ну ладно, то бог с ним. Это эта часть. Работал, как говорится, вварил максимально. Заливал аккуратно. Вроде ровненько. Даже ничего не делал. Вот такая получилась у меня. С этой стороны вот такой вот шов получился. Аккуратненький. Там даже не скажешь, что там внутри. Трубка, прокладка. Вот. Шестигранник. Налазит капитально. Так вроде... Ну, если не шевелить насос... Неудобно одной рукой. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас оно получилось. Если оно получилось. А может, пойдет на металлолом. Всё. Пошел подшипник на прессую. В тесы. Как это делать, я объяснять не буду. У каждого свои заморочки. Всё. Сейчас продолжим сварку дальше. Вот эту будем обойму вваривать. Так. Продолжаем. Напрессовал я подшипник. Но не до конца. Не получается дальше. Что-то немножко просчитался. Буквально там, я не знаю, миллиметра два можно было еще посадить. Но надо было шлифануть получше, промерить получше. Почему? Так. По большому счету, можно было его охладить. Положить на часик в морозилку. Здесь не будет его фиксировать никакая гайка. Это для чего? Для того, чтобы он не выскочил при работе. И не было никаких кикосов. Вот. Этот подшипник будет держать вот эти обоймы. Вот так он поставится. Зажмется. Всё. Больше ничего. Никаких болтов. Сниматься будет точно так же. Чтобы снять подшипник, придется его только разрезать. Разрезать это, разрезать обоймы. И потом только его можно будет заменить. Но это даже хорошо. Затягивал при помощи лома в тесах. Потому что руками не подюжил. Так. Всё. Сейчас мы вот это дело всё выставляем. Вот таким вот образом. Это ставим наверх. Это будет у нас верхняя часть. Вот. Вкидываем наш вал. Как он встанет. Затягиваем вот этот болт. Вот. И буду обваривать. Но не до конца. Вот. Примерно. Приблизительно до вот этих болтов. Вот так вот обварю. А здесь я ставлю часть на зажим этого подшипника. И продолжу. Так, ребят. Закончил я сварочные работы. По крайней мере по установке шкива. Дальше. Дальше уже будем сюда добавлять какой-то штырь, шток. Не знаю. Удлинитель для натяжки. Шкива. Как говорится, стойку будем ставить. Главное. Вот. Сделал кустарным способом. Без стакарей. Без всякой помощи. Значит. Вот. Когда я сварил вот это вот кольцо, я его доваривал не до конца. Я оставил здесь на зажим место. Это выглядит вот так вот. Чуть больше. Чуть больше середины. Вот. Когда я его сварил, вот установил шкив. Установил шкив. Сейчас попробую одной рукой посадить. Ни хрена не садится. Поэтому приглашаем его смело. Вот. Сел он до конца. Не выскакивает никуда. Потому что юбка. Вот эта, что там осталось, она не дает подшипнику дальше двигаться. Места хватает. Ни ничего не закусывать. А, нет. Закусывала. Как только выварил, шкив закусывала. Шкив закусывала в одном месте. Значит, что было. Вот там, на шлицах, на этих гранях, была окалена. Я ее сбил. Видать, капля упала и прилипла. Но сбивается она очень легко. Вот. Окалена. И плюс, при сварке повело эту пластину. Я ее на рельсе выстучал. Вот с одной и с другой стороны. Более-менее ровно. Все. Проблема решилась сама собой. Ставим. И одним пальцем. Но это слабый насос. Он не должен так крутиться. Вот. Хороший насос. Здесь он просто так не покрутится. Его нужно придерживать, чтобы прокрутить. Вот. Ну, этот поставлю. Насос слабенький. На трактор. Там один цилиндр будет небольшой. Достаточно. Этот насос. Буду делать погрузчик. Поставлю его туда. А этот такой на запас. Он средненький. Судя по натягу. Он средний. Между этим и этим. Так что вот так. Кустарным способом. Без токарей. Без токарей. Сделал крепление. Вот такое вот. Для шкива. Насос можно будет менять. Просто открутить четыре болта. Заменить насос. Либо открутить один болт. Снять шкив. И заменить подшипник. Но подшипник придется менять. Путем его разрезания. Потому что. Сдается мне он. Не слезет. Просто так. В тесах я его зажимал. При помощи трубы. И то он там миллиметра два. Наверное не дошел до конца. Но в дальнейшем. Вот эту фасочку заднюю. Я все таки сниму. Но это будет потом. Когда я его надумаю менять. А так пускай будет так. Здесь никаких креплений. Никаких этих самых. Шкив я думаю не выскочит. Из подшипника. Подшипник двухрядный. Широкий. Хороший. Вот такая получилась конструкция. Это я считаю. Самое такое сложное. Основное. Это поставить гидронасос. Остальное это уже по месту. Все проще намного. Все. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Дизлайки. Будем что-то химичить. Изобретать. Творить. Все. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.